доброго времени суток ребят с вами загнанный и сейчас я решил сделать обзор на технику на технику американскую а точнее самое первое что мне хочется осмотреть и вам показать это американский танк абрамс но не каждый я думаю ездил на нем я конкретно имею ввиду в игре сквад именно в бою да потому что за его потерю снимают довольно много тикетов то ли 10 то ли 20 по моему я ошибаюсь если что поправьте меня ребят и давайте посмотрим его снаружи как мы можем увидеть но песочный цвет сверху видим пулемет это у нас окно получается у нас прибор наблюдения я так понимаю носи снаружи да это у нас дымовое дымовая защита дымовый завес делаю короче выстреливают дымовые шашки далее что у нас сзади двигатель понятно самая самая незащищенная часть танка ну в принципе все давайте заглянем на картинку брони именно у этого танка так ну у нас давайте начнем сначала самых уязвимых частей это задняя часть я как я сказал двигатель задняя часть потом мы видим что у нас задняя часть башни у нас она у нас она оранжевая но по моему красная наверно цвета как-то сливаются с желтым до красная красная это первый класс брони назовем его так далее бака гусеницы и бог у нас желтые то у нас 3 класс брони гусеницы бог третий класс брони далее так 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 передняя часть значит у нас я не за как-то верхний броневой лист он у нас зеленый это четвертый класс брони и далее у нас самой высокая, пятый класс брони, это у нас передняя часть гусеницы, вот это вот защищает спереди, то есть если попасть в верхнюю часть гусеницы, это тут пятый класс брони далее, половина танка передняя половина танка, боковые части, его тоже пятого класса брони и нижний броневой лист пятого класса брони да вот, ну интересно ну сравнивать сейчас я не буду я сравнивал в своем видео по пробиваемости и по пробиваемости с РПГ ну у меня видимо первое видео было ошибкой РПГ 7 выстрелял, 7 выстрелов 7 попаданий в бок и он загорелся, с РПГ 26 так же российских войск, мне хватило 5 выстрелов, наверное какая то ошибка не знаю, 5 выстрелов кумулятивным, обычным не тандемом а вот тандем вперед, в переднюю часть то есть в башне боковые где-то пятый класс брони так же нижний броневой лист это все пробивается одним выстрелом тандема ну как вы можете наблюдать из ангаров я технику российскую вывез вывез я ее вывез я ее на полигон и мы по ней постреляем ну давайте уже присягнем механик водитель механик водитель у нас это ну конкретно как бы водитель да, управляет техникой далее какие приборы у него есть это у нас получается тахометр и так же на стрелке мы видим N это нейтральная передача как бы танк у нас получается на автомате автоматическая коробка передач справа слева мы видим от тахометра это положение танка правое это положение танка его как бы ну боковое то есть как он боком будет накреняться да и переднее это вот как по вертикали это сбоку по бокам это как бы по вертикали наклоны ну для того чтобы понимать насколько ты сильно наклонился потому что техника может перевернуться спокойно вот справа мы наблюдаем как у обычной техники это мы по нею мы по ней получается заводимся то есть мы видим хоп завелись заглохли так же вот здесь вот здесь справа да вот это тот двигатель который внутри этого кольца внутри него есть еще колечко это состояние двигателя если нам выбивают двигатель то мы получается хуже будем ездить да то есть это хп двигателя так назовем справа еще него где вот инструментики это хп брони самого танка вот и справа внизу smoke generator это у нас генератор дыма ну давайте посмотрим поехали наверх сверху будем стрелять так же у нас здесь справа слева тоже окошки наблюдения бронированное стекло круто можно вполне контролировать и справа и слева все ну поехали наверх я хотел бы сразу показать по генератору дыма да то есть мы нажимаем левая кнопка мышки видите на тахометре пошли очки боеприпасов используемые вот мы едем назад вот он это генератор дыма нам необходимо уехать от противника да чтобы нас не видели по нам не попадали я нажимаю генератор дыма и он мне получается автоматически выпускает дым сейчас мы доедем встанем на позицию чтобы можно было пострелять по технике здесь да если что здесь на полигоне есть собственный полигон и вон вдалеке танки но мы с вами будем стрелять по технике по российской итак с механиком водителем мы познакомились техника ну и немедленная и небыстрая так как это танк это тяжелая ну давайте перейдем к второму киту не второму члену экипажа то есть нажимаем F2 и мы переходим к наводчику оператору он управляет конкретно башней стреляет с пушки итак какие у него есть фишки которым может пользоваться во первых это увеличение кратность изменение кратности наблюдательных приборов нажимаем кнопку Q и мы можем приблизить здесь также марки определение дальномера и также поправки на дистанцию справа внизу мы видим положение пушки по отношению к танку то есть мы должны понимать я же не вижу где и как танк расположен и по нему я уже определяюсь далее далее тут некоторые слова я так до сих пор не понял вот справа слева AUX STA ну давайте посмотрим какое у него вооружение сначала у нас стоит первое 120-миллиметровое бронебойное это у нас антитанк я извиняюсь первое ставим идет перезарядка вы не слышали наверное что в конце кричит боец все то есть по его голосу мы понимаем что танк готов в стрельбе все у нас 120-миллиметровое бронебойное обычный снаряд бронебойный у нас их количество вот видите справа да количество сколько 3 6 9 10 20 штук 10 2 ряда по 10 штук вот 20 штук обычных бронебойных далее Hight Explosive Antitank то есть это бронебойное противотанковое у него даже есть рисунок вы можете посмотреть первое рисунок какой вверху у нас и правое дословно это взрывное противотанковое я вот так вот его перевел в гугл переводчики у нас его тоже 20 штук да у нас 20 штук третье вот как они кричат прикольно далее у нас идет 2000 штук мы можем наблюдать слева слева вообще это ДМ240 это у нас идет станковый пулемет станковый да слева вы можете наблюдать что у нас тоже ДМ240 2000 патронов 2000 и он готов к стрельбе ready готов к стрельбе и дымовая завеса дымовых завес у нас выстрел идет выстрел идет наводчиком оператором вот это я вам все покажу давайте начнем со станкового пулемета у нас есть некоторая техника я бы хотел станковый пулемет проверить на некоторой технике давайте постреляем ага вот рассера да вот видите 1996 штук у нас 2000 штук я буду стрелять я ничего не буду вырезать да я буду стрелять чтобы посмотреть на что способен пулемет N240 у этого танка против БРДМ а а это у нас такие баги в игре бывает не без этого ладно пострелял с пулемета пулемет бардаку в принципе ничего не сделал 500 патронов давайте постреляем обычных бронебойных давайте постреляем сначала по технике 500 метров у нас есть дальномер 769 метров то есть мы сами должны делать поправку вот есть 700 да это вот 700 чуть чуть выше берем и стреляем мы попали теперь делаем так перезарядку он сам делать не будет нажимаем r и только тогда он перезаряжается для чего это нужно дело в том что вдруг я заметил танк увидел танк да и мне нужно перезарядиться на противотанковый и я нажимаю 2 и он не перезаряжать перезаряжается на противотанковый чтобы не менять это все потом не вытаскивать один не вставлять другой то есть по команде то что я скажу то и заряда то и это и зарядят да но мы продолжаем на этих снарядах нажимаю ожидание лоудинг написано ожидание все нам сказали что он готов к выстрелу давайте стрельнем подальше 1000 метров а здесь 1265 у нас есть вот 1200 и чуть-чуть немного выше чуть-чуть попадание точное попадание перезарядку в принципе стрелять больше смысла нету давайте вот мазафака да прикольно иногда иногда прикольно говорить давайте посмотрим что у нас сделает пушка против бардака дистанция 300 метров вот она поправка 300 300 сколько у нас 340 метров уничтожил это обычный бронебой смотрим дальше стреляем я не попал до перед перекинул 330 метров и 10 взорвал один выстрел в принципе уничтожается одно выстрел я хочу просто показать как он уничтожит или нет 400 метров эффекты выстрела эффекта взрывов если я смог делать обзор на высоком качестве видео здесь было бы просто шикарно просто у меня просадка будет кадров до 15 при выстреле а то и ниже у меня нет возможности это все делать на высоком качестве так у нас получается есть противотанковые ну давайте попробуем противотанковые то есть этот снаряд намного мощнее я уверен что он уничтожит ну давайте попробуй с него стрельнем уничтожен ну теперь подошла очередь нашего танка в случае встречи одного танка с другим конечно же эффективно использовать противотанковые снаряда да то есть мы сейчас посмотрим насколько эффективен снаряд у абраза против нашего танка российского давайте точно прицелимся 400 метров вот так вот так вот бьем примерно в центр попадание попадание дымится танк у нас задымился второй выстрел попадание танк загорелся ну в принципе попадание но танк не уничтожен хватило два выстрела с противотанковых хорошо давайте посмотрим пулемет мы смотрели давайте посмотрим что такое дымовая завеса ее выбрасывает в случае атаки танка либо птур если мы видим птур впереди нас да мы делаем вот так вот можем там вбок повернуть или впереди но я поверну вбок чтобы потом можно было пострелять вбок поворачиваем нажимаем левую кнопку мыши и выстреливают вот эти вот дымовые гранаты их у нас две да заряд у нас их две вот смотрите слева смок один еще остался выстрел вот и все защитили наш танк против птура это очень эффективно далее третье у нас третий экипаж смотрим кто это у нас такой у нас здесь очень крутая таблица электронная такая да и что мы видим значит у нас что у нас здесь м21 браунинг это пулемет пулемет у нас управляется электронно пулемет у нас сейчас покажу какой какой именно это пулемет это вот этот вот пулемет сейчас это вот этот вот пулемет у нас он управляет с электронными приборами и также приборы наблюдения чтобы видеть именно из кабины и не вылазить и стрелять из кабины и не вылазить это у нас третий экипаж F3 нажимаем что же у нас тут имеет а такое же увеличение далее поправка на дистанцию вот у нас высчитывает дым вот 399 range это у нас 369 метров поправка да берем 300 то то есть у нас одиночные считай как снайпер может стрелять дистанция тысячи метров ну да понял это у нас пулемет который может вести огонь очередью также увеличивать в принципе очень хорошая вещь я не пойму почему слева внизу написан дым и патроны ну ладно ну ладно у него там около 400 по моему патронов да дело в том что это у нас место командира экипажа потому что у него есть хорошее хорошее средство для наблюдения и также пулемет видим противника начинаем обстреливать я конечно не оставил ничего да на закуску этому пулемету я больше чем уверен что с этого пулемета можно вынести спокойно беттеры там нижний броневой лист вот жаль не оставил я уверен что можно вынести и в принципе у нас больше у него ничего нету смотрим третий о четвертый уже члены экипажа а это снаружи у нас это пулеметчик который садится у нас наверху и ведет стрельбу снаружи М240 то же самое что и в танке у наводчика оператора давайте попробуем все всех уничтожил это тот же самый пулемет что и по моему легкий легкого пулеметчика 249 только у легкого пулеметчика у американских войск в принципе неплохая вещь если там в случае чего сзади обстрелять нужно будет где-нибудь сбоку обстрелять пострелять по пехоте чтобы не тратить мощные патроны как у командира экипажа то вполне можно да 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 вот как раз мы видим пулемет этот то можно и попробовать пострелять этим вот с этого вот места ну ладно в принципе обзор на этом я хотел бы закончить плюсы конечно хорошая бронебойность много противотанковых снарядов сравнивать пока не с чем потом сделаю видео российского танка у него тоже свои фишки есть много бронебойных зарядов много обычных бронебойных много противотанковых зарядов неплохая управляемость не знаю едет конечно не так быстро хорошо что есть у него вверху то есть управляемая из кабины да электронный пулемет вот этот со средствами наблюдения для командира 4 экипажа возможно сюда садить конечно я ни разу не видел чтобы в танке ездило 4 но если есть ребята которые играют в отрядах специально четверо то это неплохо этот пулемет М240 он очень неплохой им можно обстрелять пехоту вообще хорошо ему бы туда какой-нибудь оптический прицел наверх четвертому экипажу было вообще шикарно по брони вообще супер танк потому что он плохо пробивается вот также есть дымы два выстрела дыма вот в принципе на этом я хотел бы закончить спасибо ребят вам за просмотры пишите что вы думаете насчет этого танка какой вам лучше этот танк или российский может быть и предложение я сделаю обзор может постреляю по чему-нибудь другому и спасибо вам еще раз за просмотр и пока 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 не